За два месяца войны график курса валют на бирже напоминал американские горки, а скорее подъем перед мертвой петлей, когда эксперты предсказывали, что доллар и евро в ближайшем будущем будут стоить больше 200 рублей. На торгах валюта достигала исторического максимума. В начале марта доллар торговался по 140 рублей, за евро предлагали 150. Это не спорт, где команда сильной валюты выигрывает, а со слабой проигрывает. В зависимости от экономических обстоятельств сильный рубль может быть хорош для России или очень плох, и наоборот. Когда были введены санкции, спрос на рубли рухнул, потому что большинство компаний по всему миру перестали совершать операции в рублях, а российские компании в долларах. Доллар стал дефицитным для России, а рублей стало много, рубль обесценился. Немедленной реакцией на введение западным миром санкций в отношении российской экономики был предсказуемый обвал рубля. Сейчас впервые за более чем два месяца войны и доллар, и евро стоят меньше 70 рублей. И здесь российское государственное телевидение могло бы объявить победу над санкциями и воспеть силу российской экономики. Но эксперты утверждают, что курс искусственно снижен, а рубль Центробанк укреплял всеми доступными средствами. Есть три основных механизма, с помощью которых центральные банки могут контролировать валюту. Если они хотят, чтобы местная валюта была сильной, они покупают ее больше. Они могут повышать процентные ставки, делая местную валюту более привлекательной. Они могут ввести ограничения на возможность людей переводить деньги в страну и страны, чтобы ограничить мобильность капитала. Все это сделал Центральный банк России. Конечно, вечно делать это нельзя, потому что высокие процентные ставки убивают местную экономику. За последние 30 лет россияне пережили все стадии принятия в отношениях с валютой. От полного запрета ее свободного хождения до неоднократного обесценивания рубля. Экономисты утверждают, что правительство не могло позволить, чтобы сейчас курс валют вырос слишком сильно. Никакой прямой экономической выгоды для россиян нет. Здесь в основном психологический эффект. Население видит график. Сильный рубль идет вверх, что внушает больше доверия к правительству. Но в этой ситуации нет ни одного аргумента за сильную национальную валюту, которая приносит пользу российской экономике. На самом деле есть много разумных аргументов, что Россия выиграла бы больше от слабого рубля. Переориентация российского экспорта энергоресурсов в развивающиеся страны и Азию из-за падения спроса на Западе выгоднее со слабым рублем, так как делает их цену более привлекательной. При высоком курсе рубля Москва вынуждена предоставлять огромные скидки. Например, Индия покупает баррель российской нефти ниже 70 долларов, в то время как стоимость марок Brent или WTI более 100. Честно говоря, не могу придумать экономических причин, зачем России проводить политику укрепления рубля. Кроме как убедить граждан, что все нормализовалось и что санкции Запада не работают. В Кремле должны осознать мировые реалии, в которых их экономика находится под жесткими санкциями. Центробанк России не дает экономике мобилизоваться в краткосрочной перспективе и стабилизироваться в долгосрочной. Расплачиваться за это будет население.